Значит, заказали мы кучу интересных товаров с Алиэкспресс и сейчас будем вам показывать. Существуют разные виды крепежа и гвозди один из самых простых, но для их применения нужен молоток. Он успешно справляется со своей функцией, но порой это очень долго и есть места, в которых молотком просто не размахнешься. Поэтому мы заказали вот этот товар. Я думаю все уже поняли, что это гвоздезабиватель. Да, но не обыкновенный. Нужно просунуть ладошку в вот этот ремень и вставить внутрь магнитного захвата гвоздь. И даже не надо давить. Гвоздь очень быстро оказывается в дереве, при этом рука совсем не давит на инструмент. Наверное, вам интересно, как это работает. Внутри магнитного захвата есть специальный баек. Он очень быстро двигается, совершая удары. А для гашения отдачи внутри, скорее всего, есть какая-то балансировочная система. Мы попробовали и оказалось, что инструмент может загнать в дерево даже саморез. Очень мощная штукенция. А для финального теста мы решили сделать самодельный огромный гвоздь из прутика. Заточили его. И давайте пробовать. Такой огромный прут, а так легко вошел. Конечно, это можно сделать молотком, но не так быстро и легко. В общем, я точно оставлю этот забиватель себе. Следующий товар мы еще не видели. Но, по заверениям производителя, он должен быть так же хорош. Уже догадались? Это аккумуляторный пистолет высокого давления для мойки от суббренда Xiaomi. В комплекте идет вот такой шланг с фильтром, насадка с выбором различных типов струи и более длинная насадка с регулировкой ширины, а также ведро, с помощью которого можно удобно набрать воду с любого водоема. Подключаем. Сейчас будет моща. Стоп, и все? А как же вот эти картинки? Даже на расстоянии метра до машины доходят просто капельки. Уже молчу про то, чтобы смыть грязь. Конечно, можно поставить ультра-тонкий режим, он что-то даст, но даже это менее эффективно, чем обычная широкая струя на мойке самообслуживания. У нас в гараже есть вот такой аппарат. Это мощная мойка, мы ее используем для травы. Смотрите, какая сильная у нее струя. Так вот, даже ее не всегда хватает, чтобы нормально сбить пыльную грязь с машины. А это годится разве что для велосипеда. Особенно, если вы живете в многоэтажном доме, и мамка не пускает домой с грязным великом. Далее, мы заказали очень дорогой интересный товар. Хотели его показать, но он задержался на границе. Это вот такой акваскутер. Штука, конечно, прикольная, но очень дорогая. Особенно, если брать у нас. Но, слава богу, есть Алиэкспресс. Вообще, нам часто приходится покупать всякие дорогие вещи для видео. То компрессор, то пилу. И мы все время переплачиваем. А ведь можно заказать на Алиэкспресс. Там и так дешево. А если еще и воспользоваться кэшбэком от Letyshops, вообще супер выгодно получится. Letyshops вновь радует своими повышенными кэшбэками. С 28 по 30 июня, опять будет увеличенный в 3 раза кэшбэк. До 15%. Например, если бы с обычным кэшбэком вам вернули 150 рублей, то сейчас аж 450. Представляете? Эта акция идеально подходит для тех, кто хотел себе что-то купить, но никак не решался, потому что не хочет много тратить. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке. Либо в приложении Letyshops. Но помните, что количество активации ограничено, и у вас будет всего несколько часов на совершение покупки. Ссылка в описании. Забирайте хороший, но ограниченный кэшбэк. Идем дальше. В этой коробочке находится зарядка. Вы, наверное, думаете, ты решил нас удивить зарядкой в 2021? Дело в том, что она не простая. Обычно, когда нужно зарядить много гаджетов, особенно мощных, например, ноутбук, приходится делать вот такие гирлянды с переносками. Каждый гаджет имеет свой блочок. Так вот, этот малыш имеет мощность 65 Вт. А это значит, он сможет одновременно заряжать ноутбук и еще два телефона. При таких размерах его очень удобно брать с собой. Но есть старший брат. Здесь уже целых 120 Вт. Вы можете заряжать гаджеты еще быстрее. На стандартных мощностях, которые были бы, если использовать отдельный блочок для каждого устройства. Если раньше вы убивали мух и комаров вот так, то устройство в этом ящике упростит этот процесс. Похоже на ракетку для тенниса, но это электрическая мухобойка от Xiaomi. Насекомое пролетает через сетку и замыкает с собой наружную и внутреннюю проволоку, по которым идет ток. Я пробовал, и мухи ловятся очень просто. Мы даже выехали специально на природу, где много комаров. Включили свет. И хотим посмотреть, как мухобойка справится с большим количеством целей. Какой-то фейерверк получается. Даже не нужно махать, они сами летят. Мы долго не могли найти у себя в квартире муху, чтобы показать принцип действия. Но чисто случайно нам попалась одна. Благодаря своим размерам тела, она осталась целой. Такую не поймаешь тряпкой или тапком. Хорошая, наверное, была муха. Помните, в видосе про лего я показывал вот такой огромный экскаватор? Так вот, оказывается, Xiaomi делает бюджетной версии конструкторов лего. И по их заявлениям, они ничуть не хуже. Внешне это один в один лего. Даже пакетики похожи. Детальки вроде отлиты качественно. Нигде не видно неаккуратных швов. Шестеренки хорошо между собой стыкуются. А резина на ощупь кажется неплохой. Давайте соберем и посмотрим, что выйдет. Только в процессе сборки я понял, почему он стоит дешевле лего в два раза. Детальки сложнее коннектятся. Хуже подогнанные. И весь процесс сборки сопровождается каким-то неудобством. В целом, машина получилась хорошей. У нее есть работающая подвеска, рулевое управление. Но она далеко не такая живучая, как лего. Мне понравилось, но все равно. Я бы предпочел купить более дешевое лего, чем вот такой набор. А вот эта штука внешняя, также схожа на самый-самый банальный товар. Bluetooth колонку. Но, если подключиться, включить звук, просто так ничего не произойдет. Дело в том, что это виброколонка. Вот этот привод нужно прислонить к любой поверхности. И она становится гигантским динамиком. Я думал, что качество звука будет плохим. Да, это так, если прислонить к бочке или какому-то металлу. Но, если прислонить к дереву, то звук становится четким и даже басовитым. От размера напрямую зависит качество звука. Мы приложили колонку к огромному куску фанеры. И нам казалось, что мы в кинотеатре. А если купить две колонки, то мощность можно суммировать, тем самым увеличивая громкость и басы. Оказалось, очень хорошо работает лобовое стекло в машине. И пакет для одежды из эшана. Многие думают, что виброколонки нужны только для мести соседям. Их устанавливают в кинотеатрах под кресла. Или себе под стол, чтобы чувствовать выстрелы в играх. Очень-очень давно мы заказывали вот такой диспенсер, подогревающий кипяток в реальном времени. Так вот, разрабы выпустили апдейт. И здесь теперь нет бачка с водой, который часто заканчивался. Диспенсер с помощью трубки напрямую подключается к большому бутлю. Всё так же делая кипяток в реальном времени. Но! Теперь тут есть ещё и датчик качества воды, который раньше продавался как отдельный недешёвый товар. Ну и напоследок покажем вам замену для бумажных самолётиков. Вернее апгрейд. Это набор, состоящий из мотора, пропеллера и зарядки. Тяга довольно сильная. Он цепляется к любому бумажному самолёту и превращает его в моторный летательный аппарат. К сожалению, когда мы вышли, был сильный ветер и со мной постоянно сносило. Но при правильном запуске и ровном самолёте он летает реально долго. Мне реально интересно, что из этой подборки вам понравилось больше всего? А ссылки на все товары есть в описании. Субтитры создавал DimaTorzok